Эта неделя порадовала обилием интересных и позитивных новостей из мира промышленности. От завершения одного из самых затянувшихся проектов в энергетике Дальнего Востока до рекордного заказа на российские самолёты, который позволит полностью обновить и импортозаместить парк аэрофлота и не только. Разберём всё по порядку и расскажем об истории одного спасения. Но сначала традиционная сводка новостей короткой строкой. На Выборгском судостроительном заводе началось строительство ледокола проекта «21900М2». На Находкинском судоремонтном заводе спущен на воду новый «Краболов». В Ленинградской области запущено производство СПГ. В Якутии стартовала работа на разрезе «Сылахский», который станет одним из локомотивов развития угольной промышленности Дальнего Востока. Крупный проект модернизации завершён на Якутском газоперерабатывающем заводе. В Томском Политехе открыто первое в России производство легированного кремния большого диаметра. В Подмосковье производство композиционных изделий для самолётов за 1 млрд рублей. В Приморском крае новый завод «Гофра Тары». В Башкирии завод железобетонных конструкций. В Томске завод ОСП «Плит». Во Владимирской области мебельное производство. В Уфе новая линия производства бытовой химии. Во вторник Русгидро ввело в работу последний четвёртый гидроагрегат на крупнейшей строящейся гидроэлектростанции России – усть Средниканской ГЭС, расположенной на реке Колыме в Магаданской области. В результате суммарная мощность станции составила 570 МВт. Чтобы сполна оценить значимость события, нужно вспомнить, что спроектировали станцию ещё в 80-х годах. Правда, из-за сложных климатических условий, а толщина вечной мерзлоты в месте расположения станции достигает 300 метров при температуре воздуха порой опускающейся до минус 60 градусов. Завершить стройку планировали к 2000 году. И хотя к первым работам приступили в 1992 году, последующее десятилетие для этого объекта, как и для многих других в стране, стало потерянным. Финансирования не было, активного строительства тоже. Только с середины нулевых на объект потекли федеральные деньги и дело пошло в гору. В результате в 2013 году были запущены первые два агрегата, станция начала вырабатывать электроэнергию. Третий агрегат был запущен в 2019 году и вот на этой неделе заработал последний четвёртый, в результате чего ГЭС достигла проектной установленной мощности. Официально стройка завершится в следующем году, но уже можно утверждать, что один из самых затянувшихся проектов в энергетике страны успешно реализован. Зачем же он потребовался? Магаданская энергосистема является изолированной, то есть для обеспечения электроэнергии местного населения и промышленности приходится завозить уголь и дистопливо из других регионов. Куда дешевле и эффективнее задействовать потенциал реки Колыма, о чём задумались ещё в 30-х годах прошлого века. В 1982 году был запущен первый агрегат Колымской ГЭС, а усть Средниканская теперь стала её дополнением. В результате работа Колымского каскада ГЭС повысит надёжность энергоснабжения региона, обеспечит судоходство на Колыме и, главное, создаст предпосылки для развития промышленности, а значит и новые рабочие места, что позволит остановить отток населения. Помимо уже существующих золотодобывающих предприятий в регионе, до конца года стартует добыча на месторождении Теотеджак. Более дешёвая электроэнергия стимулирует строительство крупного центра обработки данных, эти планы сейчас обсуждаются. Также на ВЭФ подписано соглашение о строительстве железной дороги протяжённостью 1600 км из Магадана в Якутию, просчитывается возможность организации предприятия по выпуску грузовых контейнеров. Кстати, в Якутии, которая тоже имеет децентрализованную энергосистему, на этой неделе ввели в эксплуатацию четыре современных гибридных энергокомплекса, которые позволят сэкономить на привозном топливе. Три подобных комплекса было введено там в строй ранее, а всего планируется строительство 72. Есть и более радикальные решения для Дальнего Востока. Так, Росатом заявил о возможности строительства в Приморье мощной АЭС с высоким экспортным потенциалом либо атомных станций малой мощности для региональных нужд. Но это пока далёкие планы, а из уже реализованного отметим ещё и введённую в строй на этой неделе в Приморье крупную подстанцию за 5 млрд рублей, которая даст импульс к дальнейшему развитию портовой зоны и промышленности находки. Помимо энергетики, ещё одним злободневным вопросом для Востока страны является авиасообщение. А после февральских событий и ухода иностранных производителей этот вопрос стал острым и для всей страны. На этой неделе дело двинулось в нужном направлении. Как стало известно, в ходе Восточного экономического форума до 2030 года на смену импортным самолётам придёт более 1000 новых воздушных судов отечественного производства. Также в планах в этот же срок произвести более 5000 авиационных двигателей. Контракт на поставку 339 самолётов между Аэрофлотом и Объединённой авиастроительной корпорацией уже подписан. Согласно ему, крупнейший российский авиаперевозчик приобретёт в ближайшие 8 лет 210 самолётов МС-21, 89 Суперджет Нью и 40 Ту-214. Средства на финансирование лизинговой сделки будут взяты из Фонда национального благосостояния, что уже само по себе отличная новость. Принимая во внимание то, что у Аэрофлота сейчас всего около 350 самолётов можно говорить о скором полном обновлении и импортозамещении его авиапарка. Аналогичные процессы ждут и другие российские компании, не исключая региональные. Ведь помимо перечисленных самолётов страна налаживает выпуск Ил-114-300, Ладога, Л-410 и Байкал. Под эти задачи обновляется и расширяется материальная база наших авиапредприятий. Так, упомянутый в новостях подмосковный производственный комплекс будет выпускать композиционные изделия, в том числе и для самолётов МС-21 и новых Суперджетов. Это тормоза с углеродными фрикционными дисками, позволяющими повысить надёжность работы, увеличить ресурс дисков, сократить простой самолётов и уменьшить затраты на ремонт. Пожалуй, все крупные авиастроительные предприятия страны сейчас набирают дополнительный персонал и модернизируют производство. Так, воронежское предприятие «ВАСО» до конца 2023 года планирует набрать почти 3000 новых сотрудников. 3500 производственных рабочих планирует набрать ульяновское предприятие «Авиастар-СП». Надеемся, что и уровень зарплат и условий труда начнёт быстро приходить в соответствие с масштабом задач. Уверена, что всё у нас получится и это только самое начало нашего большого пути. Теперь о героях. В самолёте, летящем в Красноярск, внезапно стало плохо одному из пассажиров. Это был мужчина, который после тяжёлого ранения и хирургической операции возвращался домой, выполнив свой боевой долг в Донбассе. По случайности на борту находился главврач Красноярской станции скорой помощи Сергей Скрипкин. Он смог оперативно оказать бойцу первую помощь, вколол обезболивающее и привёл в чувство. Сам врач тоже возвращался из Донбасса, где на протяжении месяца работал в стационаре и в полевых условиях, помогая гражданским и военным. Примечательно, что в начале августа на пути из Красноярска в Москву доктор уже оказывал первую помощь другому молодому пассажиру, у которого в полёте резко понизилось давление. Тогда оказалось достаточно салфетки с аммиаком и крепкого сладкого чая, чтобы человек пришёл в себя. Но, видимо, лечить и помогать – это судьба смелого доктора. Желаем ему самому крепкого здоровья и успехов! Берегите себя и своих близких! Мы желаем вам доброй и бодрой недели! Текст выпуска и первоисточники ищите на нашем сайте время-вперёд.рус. Благодарим каждого за помощь и доброе пожелание. Подписывайтесь на наш канал и резервные площадки в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм, чтобы не потерять на случай блокировки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова